Доброе утро! И в нашей студии очередной гость Айселуха Физова, главный редактор журнала Идель. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Асилу, мы хотим вас поздравить, но пока не совсем знаем с чем. Мы знаем, что вы получили премию Тюрксой. Недавно вернулись из Турции. Расскажите, что это за премия? Премия Тюрксой в области СМИ. Она учреждена несколько лет назад, лет пять назад. И Тюрксой вручает эту премию журналистам, которые помогают им освещать события, происходящие в Тюрксой. Тюрксой – это очень важная тюркская культурная организация. То есть среди всех тюркоязычных народов, да? Да, да, да. То есть это вы обошли многие издания, да? Очень много изданий удалось. Да, но теперь уже прям поздравляем вот так вот. Вот теперь точно поздравляем. Спасибо большое, да. Да, какие издания там еще принимали участие? Там были журналисты. Соперники ваши, скажем так. Какие самые сильные были? Это мои коллеги, и мы очень подружились. То есть это люди из Молдовы, Казахстана, Киргизии, Башкортостана. Нас почему-то с Башкиркой всегда вместе держали, как брата российских журналистов. Но были еще журналисты из Сербии. Но в основном это были турки, конечно. Я задумался, а в Молдове, Молдова как связана с тюркским языком? Это тюркский народ. Ну, смотрите, вопрос есть такой еще один. Сейчас 21 век, век интернета. Нужен ли читателю литературный журнал? Да, когда много источников других информации. Да, я об этом тоже часто думаю, потому что вот моя дочь, это как раз 16+. Вы на ней тестируете. Я на ней тестирую, но, к сожалению, пока она почему-то к бумаге относится с недоверием, ей важно в интернете все это черпать. И поэтому мы сейчас активно осваиваем интернет. И социальные сети, и YouTube. Мы завели свой YouTube-канал. В общем, мы пытаемся оттуда добраться до нашей целевой аудитории. Айсулу, вы сейчас нас поймете, как никто другой. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. Оставайтесь на канале ТНВ. Главный редактор журнала «Идель» Айсулу Хафизову у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Айсулу, ваш журнал изменился. Насколько, как и почему? И за сколько лет? Вот я хочу еще уточнить. Да сколько вашему журналу? В будущем году журналу исполняется 30 лет. За это время обложка менялась раз 10, а то и больше. Ну, мы не стали менять дизайн обложки, мы изменили его концепцию. Потому что мы решили на обложку журнала ставить наших современников, соотечественников, молодых, динамичных. Ну, то есть вести прямой диалог с читателем. Ну да, вот в частности, здесь, наверное, даже можно, да, показаться? Да, у нас в декабрьском номере, я пришла вот как раз делая декабрьский номер, здесь Нурбек Батула, он отметился как раз в теме номера. Это языки, татарский язык, он отметился в спектакле «Олив» об исчезнувших буквах татарского языка. И, собственно говоря, у нас с героем каждого номера идет интервью. В номере мы его раскрываем, показываем. Скажем, вот февральский номер посвящен путешествиям, и у нас есть известный тревел-блогер, которого зовут Райхан Халитов. Его историю узнали многие из-за того, что он потерпел аварию, он попал в аварию в Индии, и, в общем, президент Татарстана его помог спасать. В общем, вот сейчас мы рассказали о том, как он сегодня живет. А январский номер у нас был посвящен кинематографу, и мы вывели на обложку Юсуфа Бекчентаева. Он маленьким мальчиком снимался в фильме «Куктау». И о том, что стало с татарским «Буратино» сейчас, мы вот решили рассказать. Вот мартовский номер мы не видим. Да, да, да. Свеженький. Смотри, значит, декабрь, мужчина на обложке, январь, мужчина, февраль, мужчина. Тенденция, ну, март хотя бы. Давайте угадаем, кто будет. Женский. Чисто женский. Мужчина тоже на обложке будет. Почему так? Ну, вот, к сожалению, так получилось. Я, честно говоря, не задумывалась. Действительно, очень много мужчин. У нас будут женщины, я обещаю. Ну, дело в том, что вот мы решили, что женщина, она смотрит на мужчину, она зависит от него. Мужчина – это наше вот... Все. Да, наше все. И поэтому, естественно, мы посвятили номер не просто мужчинам, а еще и казанскому феномену, который мы не так давно пережили. Вот ваше поколение, возможно, уже не попало вот в эту страшную историю, а мы это все в себе еще несем до сих пор. То есть это был серьезный номер. Это номер и серьезный, и такой, да. Вот еще я хотела бы отметить, что у нас в каждом номере, помимо героя обложки, еще присутствует эксперт по теме, которую мы выбираем. И в теме мартовского номера на обложке у нас человек, который в 16 лет как раз попал в гущу событий, которые изменили его жизнь трагическим образом, на самом деле. Он был по ту сторону баррикад. И эксперт у нас по эту сторону баррикад. Это человек, первый пресс-секретарь МВД Татарстана, который помогал бороться с преступностью в те годы. Ну, серьезные темы – это... Да, будем ждать. Это интересно, это интересно, важно. Но вопрос такой, есть ли у вас кулинарная тема в журнале? Нет. Нет? Молодежь, возьмите на заметку. Да, вот у нас есть. Прямо сейчас вместе с вами посмотрим сюжет на кулинарную тему.